Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришин. Вот последние новости по делу Михаила Ефремова. Огромное количество людей следит за этим делом. Все вы знаете, что 5 августа начнется рассмотрение дела по существу. Значит, и, соответственно, вот новость от 4 числа, от сегодняшнего дня. Суд проведет открытое заседание по делу Ефремова. Вы все помните, что Эльман Пашаев подавал ходатайство, чтобы назначили судебное заседание первое разбирательство дела по существу исключительно на любой день, кроме 5-10 августа. И судья назначены на 5 августа, когда Пашаев не может быть в судебное заседание, если в защиту Ефремова. Значит, Пашаев выступил и сказал, что это воспрепятствование его адвокатской деятельности. И в понедельник он должен был встречаться с председателем суда. Он сказал, что, собственно говоря, вчера не будем предвосхищать, но по итогам встречи надеюсь, что, так сказать, что-то изменится. Если нет, он собирался созвать пресс-конференцию и разгромить, как он говорил, разгромную пресс-конференцию, и где рассказать там много всего, и в том числе о судебной системе. И вот, видимо, Пашаев добился своего на встрече, потому что Пресненский суд Москвы сообщается завтра, то есть 5-го числа, проведет открытое заседание по делу Михаила Ефремова. Открытое означает, я так понимаю, что любой человек, кто хочет, может присутствовать на этом судебном заседании. Потому что открытое судебное заседание, принцип открытости, есть определенный перечень, по какой причине судебное заседание может быть закрытым. Открытое судебное заседание, это означает, что любой человек, я, вы, кто угодно, может прийти и, так сказать, присутствовать на этом судебном заседании. И в его рамках будет решено, откладывать ли слушание из-за занятости адвоката актера Эльмана Пашаев в другом процессе. Об этом сообщили Риава Новости в пресс-службе суда. Ранее Пашаев заявлял, что 5-го августа, на 5-го августа у него запланирован другой процесс. Он заранее уведомил об этом пресс-службе, однако слушание все равно назначили на среду. Значит, вы знаете, единственное, что мне непонятно, новость от 4-го августа и пресс-службе проведет открытое заседание, где решит откладывать ли слушание из-за занятости адвоката, да, с 5-го числа. Но 5-го числа, если Пашаев должен быть уже в Новосибирске на прениях сторон, по другому делу, тогда 5-го числа, если, например, будет принято решение отложить, ну здорово, его нет и принято решение отложить. А если будет принято решение не откладывать, а он все равно уже в Новосибирске, я так понимаю, должен быть, тогда он не сможет присутствовать, то есть вот это непонятно. Обычно как-то, ну за день, например, по-моему, сегодня, если бы решили, что отложим или нет. И уже заранее известно на 5-е число, соответственно, Пашаеву, так сказать, разрешено, так сказать, отложить или нет. А здесь 5-го числа будет проведено заседание. Откладывать слушание или нет из-за занятости адвоката. Ну, насколько я понимаю, значит, тогда будет заседание, именно связанное предметом заседания, будет именно отложить или нет слушание, а уже не, соответственно, разбирательство по делу. Это тоже довольно хитрый ход. Почему? Потому что провести заседание, предметом которого является отложить или не отложить слушание по делу, да, значит, момент такой, что это уже не разбирательство по существу. И если даже Пашаев не будет присутствовать на открытом судебном процессе, связанном с вопросом отложить слушание из-за занятости Пашаева или не отложить, даже если его не будет там 5-го числа и решат не откладывать, да, то я сомневаюсь, что в этот же день начнется разбирательство по существу. Я так предполагаю, что, ну, будет решение, что не будем откладывать слушание из-за занятости адвоката, но не могут же в этот же день начать сразу другой судебный процесс, так сказать, слушание по существу. Наверное, назначит, я так предполагаю, мое такое мнение на следующий день, что давайте завтрашнего дня будем, так сказать, слушать. Пашаев тогда выиграет время. Но если же это будет в одном процессе, например, в одном процессе рассмотрели, решили не откладывать, тогда да, здесь другой разговор. Кто разбирается вот в тонкости юридической практики, может быть, так сказать, здесь разъяснит нам. Вот такие новости. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ребят, с вами был Будда Гришна. Будем следить за новостями. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, ребят, до встречи. Два раза сказал подписываться на канал, кому интересно.